Девушки отдыхают Удэ Хоу выдвинулся в поход, а в Чанчжоу царит сплошной беспорядок. Хаян Хоу промолчал, сановник Ли скрыл. Разве можно утаить такое дело от императора? Глупцы! На передовой вызывают о помощи в Чанчжоу Хаос. Приказ о высылке подкрепления – лишь вопрос времени. У вас есть какое-нибудь решение? Я хорошо знаю Фэнаня, если перед отъездом дядя отдал приказ, это не значит, что люди в Чанчжоу его выполнят. Фэнань вполне способен не подчиниться даже императорскому указу. Бывают повеления государя, что не выполняют. Если Хаян Хоу не подчинится указу, император выместит гнев на вас. Хоть война идёт на благо страны, она может разрушить равновесие, установившееся последние три года. Будь дядя в Чанчжоу, его величество мог бы сдержать его через меня и меня через него. Однако дядя покинул Чанчжоу и заменил его никто иной, как Гуфэнань. Говоря по существу, я подставил их под удар. Ваше Высочество, беспокоитесь, что Его Величество пошлёт Хаян Хоу на войну? Война важна для страны. Я не могу пренебречь ею из-за личной привязанности. Но после победы в этой войне, Его Величество непременно попытается избавиться от генерала Гу. Не беспокойтесь. Я не буду ждать смерти. Если для избавления от дурных последствий придётся совсем рассориться с отцом, подобный конец того стоит. Конец? Как же Вы совсем покончите? Как обычно, выставлю себя перед императором, строптивым сыном и подлецом. Приказ императора. Наследнику надлежит явиться во дворец Янань. В руках у твоего брата венчик для чая. Сам чай называется «Торжество снега». Чуть сильнее. Читал донесения? Да, читал. Я думаю, послать Фэнаня во главе подкрепления. Что скажешь? Полагаю, в опыте ведения войны, Фэнаня ступает управителю Ли. Прежде чем стать генералом, Ли был гражданским чиновником. Он ещё может заниматься бумагами на военные поставки, но в жестокой схватке он едва ли примет верное решение. Я хочу послать Фэнаня ещё и для того, чтобы он воссоединился с отцом. Война – важное дело. Будет, как Вы решили. Вы с Фэнанем, что братья? Не чужие друг другу. Я хочу, чтобы ты написал ему весточку из дома. Твоё послание отправится с моим приказом и послужит ему напутствием. Мой приказ с призывом и твоё письмо с выражением поддержки дадут ему понять, что при дворе мы единодушны. Я считаю, неприемлемо. Почему же? Он командующий, а я наследник. Нашу с ним переписку можно расценить как преступление. Это мой приказ. Никто не посмеет. Я не смею не подчиниться. Однако у меня есть кое-какие соображения. Прошу, примите во внимание. Говори. Я руковожу обмером земли и налогами и по вашему приказу военными поставками. Придворные чины шлют жалобы. Если сегодня я последую вашему приказу, я вмешаюсь не только в дела управления, но и в военные дела. Когда об этом узнают при дворе и тысячи осудят меня, его величество сможет ли защитить своего сына? До этого не дойдёт. Наследник вмешался в управление в сговоре с военным. Это карается низложением. Разве можно отнестись к такому несерьёзно? Вмешиваясь в военные дела, пусть даже мои дела наказанием послужат разве что батаги. Тебе ли не знать? Ваш сын простой смертный. От ударов на его теле много шрамов. Но ваш сын знает, что от ударов по нему сильнее всего болит сердце его величества. Все эти годы я часто просила сестёр разузнать о тебе, но его высочество велело не вмешиваться. Так что мы ничем тебе не помогли. Меня мучает совесть. Я благодарю супругу наследника за заботу. Не стоит. Присядь. Мы сёстры ни к чему церемонии. Войдя в Восточный дворец, ты часто сопровождала его высочество. Ты очень хорошо знаешь, каков он. Сейчас император с императрицей всё настойчивее интересуется, когда появятся внуки. Мне же признаться, стыдно им ответить. Его высочество... Мы все пьём противозачаточное снадобье. Почему его высочество так поступает? Что до меня его высочество по-прежнему считает меня человеком императрицы? Однако, сёстры, их совесть чиста. Но за год они едва ли часто видели его высочество. Так что все эти годы тихо, пусто и одиноко было не только тебе. Я думала, его высочество просто привык к одиночеству и до сих пор попросту не встретил человека, которого полюбил бы всем сердцем. Но я вижу, как сильно его высочество дорожит тобой. сейчас сестрица поправилась. Если благословят небеса, я надеюсь, ты подаришь его высочеству дитя. Я же буду относиться к нему как к родному, любить его как самое драгоценное сокровище. Благодарю ваше высочество. Нас угощает отец. Благодари его. Сыны подданные благодарят его величество за чай. Хорошо учишь, Аляна. Я проверил его знания. Можно сказать, основа есть. Научив и лично готовить его чай, шестой брат радовался бы еще больше. Хочешь научиться? Раз просит третий брат, я научу. Позовем один Кая, тоже поучится. К слову о пятом брате. До меня дошел слух. Не знаю, интересно ли вам. Да. Говори. Вчера моя супруга упомянула, что третья дочь министра подати и Хуан Ци хочешь взять наложницу? Вовсе не я. Императрица велела моей супруге обратить внимание на брак пятого брата. На мой взгляд, эта девушка из хорошей семьи, талантлива и станет пятому брату хорошей женой. Так что, надеюсь, ваше величество одобрит сей брак. А после праздненства пятый брат уедет в свой удел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно. Я издам указ. Ведомство церемоний. Я уже попросил ведомства выбрать дату. Так ты вызвал к себе помощника министра церемонии именно ради этого? Может, и Аляну подберем жену? Чего откладывать? Вы верно шутите. От лица пятого брата благодарю ваше величество за милость. Завари чай. Слушаюсь. Это ты. С почтением пишет младший брат Вэнь Цзинь в тоске по старшей сестре. С прошлого письма о вас нет никаких известий. Сестра заперта во внутреннем дворце. Боюсь, часто писать больше не получится. Ваше высочество, три года назад в Чанчжоу ездил. Да, ездил Чанань. Рассечь его на тысячу кусков. Ваше высочество, вы ведь не убьете ничтожного, правда? Скажи-ка, что меня остановит. Кто? Громче! Вы ведь еще не знаете, о чем пятый князь сговорился с супругой Гу. Это уже не важно, а важно лишь то, что она моя убить. Ваше высочество, еще юный господин Лу, его еще не нашли. Он до сих пор в руках пятого князя. Пощадите. Я помогу вам найти юного господина. И мою семью тоже держат где-то в столице. У меня не было выбора, ваше высочество. Ваше высочество. Ваше. Ваше высочество. Ваше высочество. Ваше высочество. Кто такая? Она новенькая. Служанка Шэнь. Она заболела. И пока не может прислуживать. Прислуживать супруге Гу. Увидите. 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 Приветствую, Ваше Высочество. Ваше Высочество. Ваш макияж снова не свеж? В смятении ум и в этот час не вправе я взглянуть на Вас. Все же без пудры и краски. Ты куда красивее. Закрой глаза. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Во всём помогать друг другу разве не прекрасно? Но истинное благословение в том, чтобы забыть. Забвение в разлуке – ничто. Забывать лучше, ещё будучи рядом. Она – мой человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! После, когда увидите шпильку, будете знать, что это от Пятого Князя. Добро пожаловать в Казахстан! Эту шпильку больше не теряй. Ладно. Не потеряю. Нет! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! У меня что-то случилось. Боюсь, у наследника не нашлось времени прийти. Одна из его наложниц пыталась наложить на себя руки. Лекарь находится у них с самого раннего утра. Хорошо, что обошлось. У самого пожара во дворце лезет в чужие дела. Вот он, мой прекрасный сын. Идем. Окружите резиденцию князя Джао. Я пойду за Адзиньем. Посмотрим, что сделает Динкай. Ваше высочество! Стойте! Вы недавно попросили о браке для него. Обстановка в Чанчжоу неизвестна. Его величество колеблется. Сейчас не время отправлять вашу стражу к поместью Джао. Вы ведь это понимаете? Что вы предложите? Я свяжусь со столичной стражей. Пусть они тайно. Поищут юного господина Лу. Поторопитесь. Я повинуюсь. Чанань под стражей. Я отправил людей на поиски. Не волнуйся. Я верну тебя, Адзиня. Целым и невредимым. Я видел его письмо. Ещё ненавидишь меня? За смерть брата и отца. По правде, я ненавижу только себя. Вы ведь хотели знать, как ваша личная печать попала ко мне в руки? Учитель сам отдал её мне. Прошу тебя, передай печать владельцу. Это не сложно. Я передам. Это важное дело. Ты должна отдать печать сама. Вручить лично в руки. Боюсь, если он потеряет её, будет сожалеть всю жизнь. только учитель не сказал, кому принадлежит печать. Какая насмешка судьбы? Ваше имя назвал мне он. Я не знаю того, о ком. Вы спрашиваете. Однако я знаю человека по имени Минчан. Кто же это? Подождите, ваше высочество! Загляните туда, как вернётесь. Ваше высочество, выкиньте поскорее. Забирай свою мерзость. Но кто бы тогда сказал, что миг, когда закрылись ворота, позже уничтожит всё светлое и принесёт немыслимую боль? Роковая ошибка, мгновение промедления приведёт к смерти учителя, отца и брата. И причиной всему стала жадность, потому что я посмела полюбить вас. Не смей винить себя. Твоей вины в том нет. Всё горе, обрушившееся после, расплата за моё преступление. Любить это всё равно, что зажечь факел и держать его против ветра. Кому-то он обжёг лишь руки. Меня же он прожёг до костей. Разве не знаю я о боли, пробирающей до костей? За эти годы меня покинули все, кем я дорожил. Сегодня я чуть не потерял тебя. себя. Знаешь, я будто вижу ещё одного себя. правда? Я такая же. Знала, что не сумею, но всё равно не сдавалась. Знала, что разделяет удар сердца, но снова и снова натыкалась на преграды. Ладно, всё уже прошло. Как-то выжил, ал учитель. Мы вместе. Кстати, ведь всё началось в тот самый день, когда мы встретились в доме учителя. Я угадал? Нет. Пожалуй, немного раньше. Она мой человек. Я полюбила в тот момент. После на вашей свадьбе я подумала, что в вашей жизни теперь другая. Я разозлилась. Я ревновала. Я всё представляла, как во весь голос скажу, он мой. принц. Твой. В этой жизни и во всех грядущих. Только твой. обещай мне, больше ты не сотворишь подобной глупости. Даже... не подумаешь о ней. Ступай. Ступай. Ведомство церемонии выбрало дату. Двенадцатый день девятого месяца. Подарок. Запрос имени. Извещение семьи невесты. Подарок на помолвку. Запрос о времени свадьбы. Со всеми предпраздничными хлопотами должен управиться за двадцать дней. К чему такая спешка? Меня ведь просто вынуждают покинуть столицу. Полмесяца назад наследник подал соответствующие бумаги. Но его величество промолчал. Лишь дождавшись. Когда Хэйян Хоу выступит в поход, он вынес окончательное решение. Еще бы. Гуфынань получил письмо наследника и без возражений выступил в поход. Похоже, наши планы для них уже давно не секрет. Только вот мой удар угодит точно в сердце. Наследник знает толк в неожиданных решениях. Примером тому пожалованный князь Гуан Чуань. О, в жестокости и хладнокровии мой дрожайший третий брат не уступит его величеству. Продолжение следует... Продолжение следует...